Эйо всем! Приветствую вас на моем канале. Я знаю, что мне очень давно уже не было просить меня, пожалуйста, но я наконец-то нашла время, чтобы снять этот видос, потому что я очень-очень-очень давно хотела это сделать. Как вы уже заметили по названию, этот видос будет про вещи, которые меня поразили при переезде в Нидерланды, новые привычки, вообще какой-то культурный шок, поэтому погнали! Итак, первая вещь, которая меня поразила, это нет экзаменов. Я не говорю, что это во всех университетах и на всех программах в Голландии, но у меня так получилось, что меня просто удивило, и это был просто какой-то... Эррор 404. Да, поэтому на моей программе мы просто сдаем проекты, вот, за первую четверть мы сдали уже три, слава богу, стрелялись. После нового года будут уже вторые, мы называем экзамены, но по сути они не экзамены, поэтому... Да! Вторая вещь, как бы, которая меня не удивила, но просто к этому было очень сложно привыкать, хотя когда ты переезжаешь в Нидерланды, ты это ожидаешь, это запах травы. Реально, слава богу, я не в Амстердаме, потому что когда ты переезжаешь в Амстердам, там вообще... Там других запахов, походу, не бывает. В Гаге все получше с этим, но все равно. Иногда, когда я прихожу домой, прохожу сквозь один блок общежития, там просто у них вечеринка, я не знаю, свозь джунгли этой травы там пробирают. Запашок просто... У-жас! У-жас! Не могу! Номер три — это количество интернациональных студентов. Просто такого я не ожидала, правда. Гага? Ими просто кипит, кишит, как правильно сказать? Не знаю. Из всех моих знакомых, чтобы вы понимали, у меня только два голландца. Все остальные — это Lord of Internationals, и на самом деле мне это нравится. Очень много русскоязычных, и как я поняла, что совсем недавно наши люди начали приезжать сюда. Очень много из Молдовы, ребят, России, из Украины я уже 7 встретила. Да? Украина? Продолжу. Четвертая вещь, которая меня просто удивила. Я когда это увидела, у меня вот тут вот обезьянка вот так вот хлопала. Это учитель на коленях. Вам не послышалось. Просто представьте себе ситуацию. Я знаю, что это сложно сделать для людей нашего менталитета, потому что вообще, вообще такого не бывает. Но вы на уроке, вы работаете в группе, там все дела. Подходит учитель, спрашивает, у вас есть вопросы? Вы такие, да, да. Нет никакого стула. Она просто берет и садится на колени. И общается с нами. Это вообще самое приятное, что только может быть, когда учитель не преподносит себя как какого-то бога. И он с тобой общается на уровне вообще. Это самое прекрасное, что только может быть. Номер пять. Все сделано для людей с ограниченными возможностями. Просто даже не могу какого-то определенного примера привести. Просто все. Даже вот... У нас в Украине такого, наверное, не бывает. Я первый раз пошла в клуб еще в августе. И тогда впервые я увидела эту картину, которая меня просто порадовала, я не знаю, всем сердцем. Просто все танцуют, все веселятся. И молодой чувак на коляске тоже со всеми танцует. И на него никто косо не смотрит. Все, типа, радуются, все с ним общаются. Все тоже с ним пританцовывают. И это просто... Менталитет людей совсем другой. Нас бы такого вообще не было. Вот реально. Вот к чему нужно стремиться, это к такому. Шесть. Всем друзьям, которые ко мне приезжают или будут приезжать, я на всякий случай советую иметь с собой кэш. Потому что в некоторых магазинах реально не принимают визу, мастер-карт. У них это маэстро. Я не знаю, что это за голландская штуковина такая, но так работает. Даже продуктовый магазин один, Альберт Хайм, чисто голландский, там тебя без голландской карточки ты не рассчитаешься. Либо наличка, либо голландская карточка. Все. Всем. Велосипеды. Даже просто не начинайте. Когда я сюда переезжала, я думала, блин, буду кататься на велике, буду спорт, все дела, троллевали. Ну, знаете, я всем говорю, что в Украине, в Украине я боялась машин. В Голландии я боюсь велосипедистов. Вот так вот все меняется. Эти люди просто сумасшедшие. Это опасно для жизни. Что просто ходить рядом с велосипедистами? Что ездить на велике? Я один раз поехала с ребятами в начале еще осени? Летний август. Неважно. Мы поехали на пляж. Три человека. Мою подругу за одну поездку на пляж два раза чуть не сбили. После этого Алина сказала, пока-пока, велик, и теперь я хожу пешком. Что, кстати, мне очень нравится, это вообще моя новая привычка. Обожаю, не могу. Я теперь в университет. 25 минут, полчаса прошла. Все, в университете. Есть трамвай, конечно. Но, блин, дорого. Не хочу, не хочу. Мне даже воздухом подышать. Что-то красиво. Восемь. Алина до сих пор ходит без голландской симки. 5 месяцев я тут уже. 5 месяцев я до сих пор без симки. Вот она у меня лежит. Я ее просто еще не вставила в телефон. А это значит, что я без мобильного интернета. Никому не могу звонить. И знаете что? Мне это не нужно. Тут везде есть интернет. Ну, то есть Wi-Fi. Захожу в магаз продуктовый. Wi-Fi. В шопинг-молл какой-то захожу. Wi-Fi. Да даже на улице я могу стоять. Там уже Wi-Fi есть где-то. Мне он просто не нужен. Ну, мне надо, надо поменять. Я знаю. Я знаю. Номер 9. Что такое? Голубь? Или воробушек? У нас такого нет. Я просто в последнее время только чаек вижу. У нас нет голубей, нет воробушков. Просто. Я даже. Не могу, не могу. Все, мы проехали. Я одна из самых маленьких. И я не говорю про рост. Это уже давно все неизбестно. Почему я вообще делаю акцент на этом? Это потому, что в моем классе я была самой старшей всегда. И я привыкла, что вообще вот так вот получается, что у меня все друзья младше меня. И мне как-то комфортно, мне спокойно и все дела. Мне так не прокатит. Я одна из самых маленьких вообще. Слава богу, что мне уже 18, я хоть в клуб могу заходить. Одиннадцать. Я забываю. Русский. Я уж честно начала ловить себе на мысли, что... Просто я сама с собой разговариваю на английском языке. Что когда я смотрю фильм или видос, я все время реагирую как-то, и я реагирую уже на английском. И когда я разговариваю с родителями, у меня бывает, что я говорю им слово на английском, я не могу его вспомнить. Я просто открываю Google Translator или просто начинаю родителей говорить им слово и спрашиваю, вы знаете его или нет. Ну, в основном нет, но... Надежда мне рада последней. Даша со своей лучшей подругой. Сашка, я... Мы просто иногда общаемся на английском, потому что мне так легче, потому что я начинаю что-то рассказывать, и я быстро переключаюсь с русского на английский. Потому что мне так легче объяснить. У нас телеграмм, вот так вот видосы, на английском, 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 английском. А еще я начала разговаривать на украинском. Поэтому мы... Вот с родителями иногда тоже, с подругой тоже иногда. Вот такое бывает. Соскучат среди, ныненько, украина, ух. Двенадцать. Это погода. Да, я сюда переезжала, я просто была готова к этой суворой погоде, к дождю 24 на 7 каждый день. Но, слава богу, спасибо большое. Эта осень была очень аномальная и теплая. Я привык по всем говорить, что это я. Просто солнышко приехало тут, все. О, допустим, у меня вот даже сейчас солнышко сияет. Пусть сияет. Мне кажется, Голландия нуждалась во мне. Ну, вот и все. Надеюсь, что вам понравилось. И я хотела с вами поделиться всеми этими штуками. И я постараюсь скоро выпустить видос с моими воспоминаниями за это время пребывания в Голландии. Поэтому следите за моим каналом. Целую и обнимаю. Пока!